всем привет сегодня мы с вами вернее я а вы будете смотреть я буду плести корзинку из вот такой вот упаковочной ленты разных цветов разных плотностей постараюсь показать вам от начала и до конца как все это делается мне никто этого не объяснял никаких курсов есть тут даже курсы по плетению корзинок и тому подобные ерунды мне этого никто не объяснил не показывал я хотел когда-то это сам попробовать когда начал пробовать вошел во вкус и даже был маленький бизнес поэтому пришлось остановить этот бизнес потому что как в поговорке сапожник без сапог то есть ты все делаешь ты все это продаешь а тебе не остается ни фига поэтому я приостановил это дело и изредка время от времени делаю только ради удовольствия для себя и так у меня сейчас такая длинная лента из этой ленты я буду делать боковой обод пока ее уберем в сторону и я здесь приготовил вот такие уже нарезанные ленточки это у меня будут поперечные и продольные сейчас я установлю камеру так чтобы вам это было видно как это все изначально делается и начнем сначала мы аккуратно раскладываем вот эти вот ленты чтобы начать делать донышко нашей корзинки основной момент и очень важный в плетении так готова и сейчас мы начнем с первой полоски делать легкие плетеночки это все делается достаточно легко и быстро так ну основная часть у нас готова теперь можно переходить к более сложной вещи сначала с этих лент я просто напросто делаю вот такой вот каркасик я их загибаю для чего для того чтобы они у меня не расползлись друг с дружкой не выскочили и в момент плетения не получился бардак сначала я делаю несколько таких вот загибов у продольных ленточек потом точно так же я делаю загибаю поперечные ленты это сюда преимущество такой вот ленты упаковочный перед допустим бумажной или какой-то там не знаю тряпичный что ли в том что она вот посмотрите вы загибаете и она остается в таком состоянии некоторое время а потом потом эту ленту просто напросто можно довести до ума тем что вы заплетаете всю корзинку делая ее более прочной и более крепкой как это я покажу чуть позже после того когда сделаю вот такой вот непонятно что назовем его пауком назовем его основным каркасом нашей корзинки то есть это у нас будет скелет корзин никакого материала имеется в виду металл или еще что-то собака рот закрой я разговариваю с людьми никакого другого металла то материала кроме вот этих вот пластиковых лент здесь я не использую так секундочку сейчас я выведу собаку из комнаты и мы продолжим так помеха в виде лохматой ершевский терьерши из комнаты выгнана сейчас я беру вот такую ленту такая же пластиковая лента только на немножечко мягче и тоньше это способствует тому что мы быстрее сможем заплести корзинку и сделать из нее более-менее что-то подходящее для того чтобы пойти в магазин за молоком вот смотрите какое у нас получилось донышко потом я это донышко просто-напросто укреплю этими же лентами когда они у меня будут оплетаться по периметру и так вставляем одну ленточку вот сюда вот зацепляем раньше когда я только-только начинал делать такие корзинки я слишком много делал лишнего в этом плетении потому что как я уже вначале сказал мне никто не объяснял как это делать как начинать с чего начинать на что обращать внимание курсы плетения всяческих таких вот вещей длятся три с половиной года если ты не после школы пошел на эти курсы чисто по собственной инициативе то будь готов выложить хорошую круглую сумму за посещение этих курсов так вот я мучился я старался но у меня начало постепенно получаться итак первый круг самый сложный самый тяжелый это у нас первый круг вокруг вот этих вот лент теперь вот эти вот сторонние ленточки мы просто-напросто начинаем загибать в сторону и начинаем плести вот давайте посмотрим со стороны как это происходит и вот так постепенно постепенно у нас получается потом более-менее нормальная корзинка кака-на-на-на-напросто Продолжение следует... 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 кто-то скажет да и пофиг можно взять загнуть отрезать и все но потом в какой-то момент ваша корзинка просто-напросто если вы неправильно сделаете начнет расползаться и вы вынуждены будете выбросить потому что не то что за грибами даже за ягодами с такой корзинкой пойти не будет невозможно итак начинаем вплетать но вплетать очень и очень осторожно вот как оно выглядит сейчас вот у нас что получилось после оплетки как снаружи так и внутри сейчас я закончу здесь заплетать вот эти вот концы лент лишнее обрежу и сделаем наверное ручку двойную ручку или одиночную как у лукошка подумаем пока нужно закончить сам процесс плетения как я говорил в самом начале меня этому никто не обучает никто не показывал потому что густари это такие люди которые не особо делятся своими секретами и не особо хотят чтобы у них появлялись конкуренты поэтому до всего пришлось доходить самому вот такая уплевая корзинка ничего мы ее сейчас доведем до ума она будет хорошо выглядеть она она Так, более-менее готово. Сейчас я просто возьму ножницы и лишние концы этих лент пообрезаю, чтобы придать более-менее нормальный вид тому, что у меня сейчас получилось. Продолжение следует... Так, снаружи я все концы лент пообрезал, получилось более-менее аккуратно, более-менее гладко. Сейчас я точно так же вырежу все лишние концы лент внутри этой корзинки. Вот готова у нас коробочка. Сейчас этой коробочке мы будем делать ручку. И я буду делать не две ручки, потому что так корзинка у меня будет расползаться постоянно. У меня есть такие корзинки, и их недостаток таких ручек в том, что их постоянно нужно держать как авоськи. То есть, если ты, допустим, ставишь сюда 5-6 пакетов молока, что-нибудь еще, она начинает разъезжаться. Когда у нее ручка находится посередине, ручка ее фиксирует, и корзинка не расползается никуда. Поэтому сейчас я буду делать ручку именно посередине у этой корзинки. Берем ленточку и начинаем вплетать в корпус нашей корзинки. Так же, как это делалось изначально с простыми лентами, когда я делал каркас. Так, сейчас мы его тут зафиксируем. Готово. С этой стороны мы его тоже пропустим. Вот так. Не знаю, видно, нет. Вот так. Теперь мы его немножечко придерживаем, чтобы у нас получилось более-менее нормально с обоих сторон. Вторую ленту точно так же вплетаем рядышком с первой лентой. Потом я покажу, как они фиксируются, когда делается ручка, чтобы они не рассыпались у вас, не разлетелись. Вот, смотрите, вставляем сюда. Вставляем вот так. И под этой черной лентой проталкиваем через весь корпус сюда вниз. Так. Так. Подробнее. Так. Подробнее. наверх и вплетаю снова под эту черную ленту, делая так, чтобы эти ленточки уже никуда из этой корзинки не выскользнули. Лишние концы этих лент можно будет потом просто-напросто отрезать. Готово. Следующее. Да, вплетайся, елки-палки. Да, я уже успел себе руки порезать этими лентами, окоплел корзинку. Края же острые, елки-палки. И не так-то просто, как это кажется на первый взгляд, сделать такую корзинку. Так, проверяем еще раз ленты. Подтянем чуть-чуть. Так, чуть-чуть подтянем еще. Все нормально? Отлично. Загибаем и проталкиваем ленточку в каркас. Так, готово. И вторая. Так, готово. Теперь лишнее я просто-напросто отрезаю. Где же я тут порезался? Видно, нет? Видно. Все. Можно сказать, почти закончили. Теперь будем плести нормальную ручку. Для того, чтобы плести нормальную ручку, я взял более плотную ленту, гладкую. Таким образом, эта гладкая лента у меня быстрее вплетется и легче вплетется, чем мягкая или, скажем, совсем уж жесткая лента. Ну, у каждого свои секреты. Ну, у меня секретов от вас нет, поэтому смотрите, как я делаю ручку, как я ее оплетаю. В принципе, тут нет ничего сложного. Смотрите, как я делаю ручку, как я делаю ручку. Смотрите, как я делаю ручку. Смотрите, как я делаю ручку. Вот, пожалуйста, ручка нашей корзинки готова. Теперь вот этот вот хвост мы оплетаем вокруг нашей корзинки, чтобы придать ей прочность и жесткость, чтобы она у нас не была вот такой, как она сейчас. И с ней можно было ходить не только в лес за грибами, за ягодами, но и в магазин. За тем же самым хлебом, за молоком. Ну, у кого какие предпочтения? У кого за йогуртами, у кого за водкой. Так, сейчас мы этот лишний хвост отрезаем. Он нам не нужен. Поехали. Заплетаем. Поехали. Поехали. Я неправильно свяжу. Потому что вам вообще не видно ничего из того, что я делаю. Так, что ж вы нифига не говорите. Прогоняем вот так вот нашу ленточку сюда и пропускаем ее. Так, попробую стать здесь, чтобы было видно, что я делаю. Хотя так я никогда вверх тормашками не стоял. Посмотрим сейчас. Блин. Спасибо. 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 Поехали. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 У меня корзинок таких достаточно Вот сейчас три больших В кладовке у меня, по-моему, есть еще одна Большая зеленая Есть такая в виде сумки И есть треугольные корзиночки Тоже я плел для того, чтобы делать подставки под цветы И вот, да, кстати, сейчас еще кое-что покажу Так, ты отодвинься в сторону Вот, пожалуйста, вам корзинки В которых можно держать прищепки Вот, пожалуйста, такая корзинка Так, давайте маленькие мы сейчас уберем корзинки Чтобы они нам тут не мешали Они свою роль выполнили Они себя людям показали Эту корзинку убираем в сторону Вот, пожалуйста, корзинка с прищепками С ручкой И корзинка с прищепками Без ручки Очень, кстати, удобные вещи Ну что ж На сегодня все Не забудьте подписаться на наш канал Поделиться видео с друзьями Оставить лайк Своё веское замечание по поводу моей кустарной работы Оставайтесь с нами У нас всегда есть что-то интересное на канале С вами был я, автор канала All Dutchman, Владимир Козрачук Всем пока